Здравствуйте, меня зовут Надежда Мещерякова, и это прямой эфир для поступающих в Казанский Федеральный Университет. Сегодня мы с вами поговорим о поступлении на юридический факультет КФУ. Итак, представляю наших сегодняшних гостей. Декан юридического факультета Бакульна Лилия Талгатовна. Здравствуйте. Руководитель бакалавриата Хабибуллин Наиль Эрикович, а также ответственный секретарь приемной комиссии юридического факультета Авдонина Юлия Николаевна. Здравствуйте. Итак, давайте начнем с небольшого вступительного слова. Мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, все, кто слушает и смотрит нас сегодня. Я хочу от имени всего коллектива юридического факультета поприветствовать вас. И, конечно же, несколько слов о факультете, который был основан в 1804 году вместе с Казанским операторским университетом. Было создано четыре отделения, одним из которых было нравственно-политическое отделение. И именно на нравственно-политическом отделении существовали четыре кафедры, на которых преподавались дисциплины юридического профиля. На сегодняшний день юридический факультет — это девять кафедр, и восемь из этих кафедр занимаются подготовкой юристов. И одна кафедра теории методики обучения права занимается подготовкой педагогических кадров. На юридическом факультете осуществляется подготовка по двум направлениям. Это юриспруденция и педагогическое образование. Юридический факультет готовит специалистов для работы в органах прокуратуры, суда, следственного комитета, для работы юрисконсультами. И сегодняшние возможности факультета, они, конечно же, находятся в тренде той основной подготовки, которая связана и с legal tech, с привлечением IT-технологии в образовательный процесс, и учебные программы, учебные планы, которые мы готовы вам предложить по бакалавриату, по специалитету, они все отвечают современным требованиям подготовки высококвалифицированных юристов. Мы рады будем видеть вас в Казанском федеральном университете на юридическом факультете и готовы сегодня ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Спасибо большое. Уважаемый абитуриент, я напоминаю вам, что вы, как обычно, можете задавать свои вопросы в нашем инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Ну и сейчас мы постепенно приступаем к нашим вопросам. И первый вопрос звучит так. Сколько бюджетных мест на вашем факультете и сколько мест на направлении юриспруденции? Ну, на этот вопрос, наверное, лучше отвечу я. По направлению подготовки и юриспруденции бакалавриат 40.03.01. На очном отделении у нас 53 бюджетных места, на очно-заочном, по-другому, вечернем отделении 25 бюджетных мест, а по направлению 44.03.04.05 в сумме 25 мест, ну, 12 мест на педагогическое образование с двумя профилями общества знания и английский язык, 12 мест, и 13 мест на по направлению профессиональное обучение, правоохранительные органы, правоохранительные деятельности, там 13 мест. В общей сложности получается в сумме на весь факультет 103 бюджетных места. Продолжим вопросом, который беспокоит всегда всех абсолютно абитуриентов, и меня когда-то в том числе. Сколько нужно набрать баллов на ЕГЭ, чтобы поступить к вам? Ну, ответить на этот вопрос однозначно, вот прямо сейчас, до того, как абитуриенты сдали ЕГЭ, мы точно не можем, но минимальный проходной балл на бакалавриат у нас на контрактное отделение 200 баллов, на специалитет судебной прокурорской деятельности 180 баллов, а на бюджетные места зависит от конкурса, зависит от того, как студенты в этом учебном году сдадут ЕГЭ. Школьники? Да, ну, школьники, абитуриенты, да, я перепутал. Но в том году у нас было 275, 276, 275, 275. Это средний балл давно уже. Средний балл для прохождения на юридический факультет, на бюджетные места. Да, но при этом в этом году у нас количество бюджетных мест увеличилось, причем, ну, значительно увеличилось, практически в два раза. И, ну, я не думаю, что при всем при этом средний балл упадет, он, скорее всего, так и останется, 275, 276 баллов. Ну, средний балл у нас традиционно уже лет 10 как-то меняется, проходной балл на бюджетные места. Скажите, какие предметы ЕГЭ нужно сдать абитуриенту? Ну, также традиционно это история общества знания и русский язык. При этом общество знания является профильным, и при прочих равных, конечно, смотрятся баллы по обществу знания. В этом году поступление само, сама процедура будет проходить в онлайн формате или в офлайн? Я, конечно, на этот вопрос отвечу. В этом году подача заявлений будет так же, как и в прошлом году, дистанционно через систему Буду студентом КФУ. Абитуриенты регистрируются, прикрепляют все необходимые документы, и, соответственно, мы принимаем их заявление, и таким образом они будут участвовать в конкурсе и отслеживать свои рейтинги в личном кабинете. Поступил вопрос, достаточно объемный. Подскажите, пожалуйста, при подаче документов дистанционно, когда нужно предоставить оригинал согласия на зачисление и оригинал аттестата? Можно ли сделать это ближе к сентябрю при условии зачисления? Или срок подачи оригиналов строго 3 августа? То есть надо приехать, подать оригиналы и затем приехать повторно к началу учебного года, проживая в другом городе. Для того, чтобы прикрепить заявление о согласии на зачисление, срок стоит 3 августа, все верно. То есть 3 августа вы можете распечатать дома стационарного компьютера это заявление, подписать его и прикрепить. Мы, в свою очередь, его обрабатываем. Таким образом, это будет свидетельствовать о том, что вы сдали оригинал документа. Соответственно, оригинал документа вы уже привозите в сентябре, когда приезжаете на учебу. А когда заканчивается прием? Прием заканчивается 28 июля с заявлением на бюджет. На договорную основу он заканчивается, получается, 15 августа. Смотрите, очень многие школьники обычно путаются во многих понятиях, которые знают уже абитуриенты, точнее уже студенты. И вот один из таких вопросов. Что такое первая и вторая волна зачисления? В этом году по правилам приема, принятым Министерством науки и высшего образования, двух волн зачисления не будет. В этом году будет одна волна зачисления, которая будет проходить 10 августа. То есть, соответственно, все абитуриенты, претендующие на бюджетные места, зачисляются одной волной. Это по всем вузам России. Следующий вопрос, который также волнует многих. Расскажите, чем отличается бакалавриат от специалитета на юридическом факультете? Ну, это вопрос на Илья Ильича ответит. Да. Ну, бакалавриат – это баллонская система, которая подразумевает двухуровневую систему образования. Первый уровень – 4 года обучения в бакалавриате, и второй уровень – 2 года обучения в магистратуре. Но при этом уже по окончанию бакалавриата присваивается диплом квалификации бакалавр. И студент, вернее, уже выпускник юридического факультета, может трудоустроиться во все учреждения, организации, где необходимы как раз квалификационные требования именно бакалавр. Однако некоторые органы, государственные органы, для того, чтобы трудоустроиться на работу, требуют все-таки диплом магистра. Это у нас в нашей стране суд и прокуратура. Там необходимо будет в дальнейшем, если вы хотите уже устроиться в прокуратуру или в суд, закончить ее магистратуру. Специалитет – это классическая для нашего государства, для нашей страны система образования. Она пятилетняя, в отличие от бакалавриата, на год больше. Но при этом выпускник, имеющий специальность юрист, имеет право претендовать на все должности с квалификационным требованием юриста. То есть во всех органах без исключения. Единственное, что он также может, если захочет, продолжать обучение в магистратуре. Но специалисты, отучившиеся по специальности пятилетней, могут уже претендовать только на контрактное обучение в магистратуре. Кроме того, если выпускники захотят дальше продолжить обучение в аспирантуре, то есть это третья ступень образования, то после бакалавриата такой возможности нет. Предварительно после бакалавриата нужно будет закончить магистратуру и только потом идти в аспирантуру. После специалитета можно сразу поступать в аспирантуру и продолжать свое обучение при желании. Можно заниматься профессиональной деятельностью. То есть бакалавриат – это баллонская система двух уровней, специалитет традиционная, можно ее назвать еще советской, хотя на самом деле это уже современная российская система пятилетнего обучения. Скажите, если мы говорим о контрактном обучении, какова стоимость? Ну, опять же, стоимость, вот на данный момент точную стоимость я вам назвать не могу, так как она ежегодно утверждается приказом ректора. Происходит это обычно в конце июня, в конце мая утверждается стоимость обучения. Мы можем назвать стоимость обучения, которая была в 2020-2021 учебном году, которая устанавливалась. Она на специалитете составляет 150 тысяч рублей, на бакалавриате 174 тысячи, там, по 760, если не ошибаюсь, рублей. Ну, 175 тысяч рублей, да, грубо говоря. Индексация производится, но вот в том году она не производилась, ну, понятно, это связано было с пандемией, то есть как бы по всей стране были все, то есть стоимость обучения была заморожена. В этом году она может индексироваться, но традиционно это где-то, ну, около 5 тысяч рублей не больше происходит увеличение. Может остаться на этом же уровне, то есть это будет зависеть как раз от приказа ректора. Ну, чтобы вот вы примерно понимали, в том году это было 150 тысяч на очном обучении специалитет и 175 тысяч на бакалавриате. А как вы считаете, на какое направление обычно самый большой конкурс? Ну, самый большой конкурс, то есть я не считаю, я знаю, что самый большой конкурс у нас был на бакалавриате, да. Там бюджетные места. Да, там есть бюджетные места на специалитете, бюджетных мест у нас на данный момент нет, но это связано с тем, что мы совсем недавно, буквально два года назад только получили лицензию на занятия, то есть наведение данного вида образовательной деятельности. И вот буквально только-только прошли процедуру аккредитации, если быть точным, она еще идет у нас, ну, мы уже как бы все документы ждали. Вот, и, соответственно, только со следующего года учебного, то есть не с этого, а со следующего учебного года мы, в принципе, можем претендовать на бюджетные места на специалитет. У нас вообще специалитет пока только два года существует, то есть самый старший курс у нас именно второй курс. Вот поэтому, учитывая, что бакалавриат это уже последние, ну, более 10 лет мы набираем студентов, конечно же, там самый большой конкурс. Но с каждым годом я могу сказать, уверен сказать, то, что у нас увеличивается количество абитуриентов на специалитете. То есть на данный момент соотношение уже один к двум. То есть если изначально у нас все-таки большинство были бакалавры, то сейчас примерно мы рассчитываем на 200 бакалавров и где-то около 100 специалистов. И эта цифра по специалитету с каждым годом становится все больше и больше. Ну, так как есть определенные преимущества, конечно, у специалитета перед бакалавриатом, то, что вот не требуется дополнительно потом обучаться в магистратуре. Но есть и недостатки. Все-таки за рубежом у нас действует баллонская система, и они больше признают дипломы как раз образца бакалавар-магистр, а не специалитет. То есть там требуется... Хотя на самом деле, если внимательнее изучить зарубежное законодательство, то, в принципе, становится понятно, что принципиальной разницы зарубежные работодатели между бакалавриатом и специалитетом не делают. И тот и другой диплом в любом случае требует потом дальнейшего подтверждения. На самом деле с каждым годом становится все больше ребят талантливых, которые участвуют во всевозможных олимпиадах, показывают свои навыки и умения. И вот в связи с этим вопрос. Могут ли они поступить как-то без экзамена? Или же, возможно, есть какая-то система, за что можно получить дополнительные баллы? Юлия Николаевна. За участие в олимпиаде именно по праву студенты, абитуриенты, будущие студенты, они имеют право вне конкурса поступать. Соответственно, это преимущественное право называется. Перечень олимпиад большой. С ним можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. Соответственно, также дополнительные баллы даются за аттестат с отличием. 1-5 баллов дается. Также значок ГТО дает 1 балл. Ну вот, это все баллы. Ну и если призер олимпиад и победители, да, то очного тура, соответственно, там от 3 до 5 баллов. Так же. Спасибо. Ну и заключительный вопрос, который поступил от наших зрителей. Могут ли абитуриенты из стран СНГ поступить на бюджет? Могут поступить, если они докажут свой статус соотечественника. То есть, если их ближайшие родственники, там бабушки, дедушки, проживали на территории тогда еще СССР, ну либо Российской Федерации, соответственно, они могут претендовать на бюджетные места. Для этого тоже существуют определенные сроки. Сроки эти также указаны на сайте приемной комиссии. Там есть специальный раздел для иностранных абитуриентов. Там также есть перечень документов, которые им необходимо подать. И после этого, того, как они подадут документы, соответственно, комиссия рассматривает данный вопрос. Если как бы они подходят под статус соотечественника, соответственно, им подают заявление на бюджет. И они также сдают внутренние испытания. Два внутренних испытания — это общество знаний и русский. Большое спасибо. Я думаю, все было предельно ясно. Спасибо большое за то, что пришли. Ну и я напоминаю, что это был Инсталайв с вами Надежда Мещерякова. И, конечно же, смотрите нас каждую неделю. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!